привет представься пожалуйста как тебя зовут из какого ты города приехал на ретрит светлана лаврова привет меня зовут андрей я приехал из москвы хотя последнее время я живу в разных городах у меня нет какого-то определенного географического места жительства я живу в моменте я живу сейчас на алтае к чем тебя привлекла светлана почему ты оказался именно на ее мероприятие я от подруги слышал про людей которые живут без еды без воды и для меня раньше это казалось чем-то невероятным и когда я встречался со светланой я увидел впервые в живую человека автонома мне конечно стало интересно и как только я узнал про ретрит на байкале я понял что вы какой байкал я тоже на байкале и как только я узнал про ретрит на алтае я понял что я прям должен здесь быть и все так чудесным образом сложилось что мы нашли какие-то взаимные интересы и вот я очутился здесь прохожу ретрит и снимаю кино про ретрит скажи были ли у тебя какие-то ожидания и как эти ожидания трансформировались вот в реальность вот сегодня в завершающий день ретрита на самом деле я прекрасно понимал что вот эта моя поездка на алтай на ретрит это у меня первый ретрит это будет мощный опыт для меня и так действительно она и складывается потому что я начинаю больше видеть больше понимать больше чувствовать это что произошло за эти дни на ретрите мне пока сложно описать слова но я понимаю что это будет еще на протяжении какого-то времени распаковываться для меня открываться какие-то новые смыслы и осознания это круто то что здесь происходило это круто и интересно это новое для меня и это та трансформация за которой я сюда приехал какое впечатление тебя производит светлана может быть какое-то качество которое ты отмечаешь в ней и она для тебя является привлекательным когда светлана начинает говорить я чувствую от нее какой-то поток искренности и чистоты то есть это это удивительно это не передать словами бывает такое когда общаешься с людьми понимаешь что у них вот они говорят одно а думают другое а здесь это настолько искренне настолько прямо настолько по-доброму что я верю тому что она говорит порой она говорит вещи которые моему уму сложно понять но это всего лишь вопрос времени потому что ум он конечно да это это такая штука которая не все может объяснить и сейчас я как раз таки иду в большее чувствование и жизнь в безумную жизнь как тебе наш формат перезагрузки то что мы переместились из зала в дикие места горы походные условия впечатление от гора алтая ой в горах алтая вообще прекрасно мне очень нравится здесь мне нравится то что мы приехали на перезагрузку сюда и хочется чтобы больше и больше практик было именно здесь в горах среди озер среди елочек среди каких-то пенечков потому что на природе то есть когда мы находимся не в зале а вот именно среди вот этой всей красоты она все по-другому воспринимается и мне как человеку которому важны какие-то визуальные такие радости мне очень приятно здесь я рад что мы оказались на каракольских озерах и то что здесь у нас помимо вот и все этой красоты которую мы наблюдаем на прогулках у нас есть еще и практике это здорово как взаимодействие в группе происходит для тебя были ли какие-то полезные инсайты именно через людей возможно через их ситуации через их вопросы через ваши отношения внутри группы на самом деле интересно то что когда происходит наши общие поболтушки как их называет светлана я через других людей что-то узнаю для себя потому что но мы все же зеркала друг друга и даже когда другой человек рассказывает какую-то свою проблему делится своим опытом я понимаю зачем это для меня какой я из этого могу вынести опыт и когда светлана дает ответы на вопросы других людей я нахожу и ответы для себя я предлагаю тебе сейчас собрать впечатления из этого места из энергии этого места из твоего опыта переживания которые здесь произошли и отправить самому себе послание письмо будущее тому который посмотрит через может быть полгода год это видео чтобы ты хотел вот заякорить с каким-то впечатлениями захотел соединиться и самому себе передать в будущее хороший вопрос у меня даже мурашки сейчас пошли у меня тоже глаз я бы хотел передать привет андрею в будущем с пониманием того что это андрей в настоящем потому что нет никакого будущего нет никакого прошлого есть только момент здесь сейчас и здесь на ретрите я я ем один раз в день и и это дает очень классное ощущение более глубокое ощущение вот этого здесь и сейчас жизни в моменте и я хочу чтобы в будущем когда я смотрел это видео я понимал что сколько всего удивительного произошло в моей жизни и сейчас сейчас очень многое происходит то что я до конца не осознаю не понимаю и вот в будущем я буду понимать все то что сейчас происходит и буду радоваться мне кажется за себя за свой путь за свое движение я не представляю кем я буду в будущем потому что очень много трансформации ждет меня впереди я в этом абсолютно уверен и я знаю что это будет новый удивительный человек который вот а из того будущего помогает мне сейчас в настоящем вы звучало так как бы ты прям хочешь с ним встретиться не благодарю тебя за этот ответ еще одно напутствие возможно это видео посмотрит люди которые тоже наблюдают за светланой смотрят в сторону поездки возможной своей на ретрит и думают ехать не ехать чтобы ты мог им напутствовать пожелать для людей которые думают поехать ли на ретрит светланы я хочу сказать ехать потому что если у вас появилась эта мысль появилось это желание значит вы готовы к этому опыту и очень важно прислушиваться к своим ощущениям к своим чувствам то есть если есть какие-то сомнения то возможно стоит подождать возможно еще нужно прожить какой-то опыт подготовиться а если есть ощущение и желание ехать что обязательно нужно ехать потому что вы получите тот удивительный незабываемый опыт который вам нужен и который поможет вам прийти в более легкую счастливую радостную жизнь и